К теме спорта в Мурманске на Центральном стадионе профсоюзов состоялся 33-й фестиваль по греко-римской борьбе. Более 100 участников приехали из разных муниципалитетов области, чтобы показать свои умения. Подробности в материале Анны Шинкаренко. Абдулла Абдулаев работает тренером в Мурманской спортивной школе Олимпийского резерва номер 13. Единоборствами занимается с 9 лет. Его воспитанники показывают отличные результаты, и это благодаря дисциплине и регулярным тренировкам. На вопрос, какой вы тренер, отвечает уверенно и прямо. Не было такого, чтобы обижались на меня, если честно сказать. Если строгостями не работать, то и не будет результата. Без этого никак. Пусть они как хотят воспринимать. Я заранее же говорю родителям, они говорят, как считаешь, нужен, так и делай. Тогда только будет результат, если мы будем работать одними. Только дать чуть-чуть расслабиться, все. Поэтому у Никиты Аксенова нет времени расслабляться. Парню 11 лет, он уже не раз участвовал в выездных соревнованиях и показывал высокие результаты. На вопрос, сколько тренируется, перечислил все дни, кроме воскресенья. Перед выходом тренер дает советы и всячески поддерживает. Ручку вязать. Не лезь вперед. Бороться аккуратно. Шею не отдавать. Парень к советам прислушался и в первом раунде одержал победу. На противоположной стороне ковра боролись ребята в другой весовой категории. Андрей Григорьев в красном трико. Хоть по его мнению допустил ошибки, но соперникам в последних сватках не уступил. Парень уверенно ставит цели и идет к ним. Изначально для самообороны и награды получать как можно больше. И еще из-за того, что мой старший брат начал заниматься, иду по его питам. Какие лет пойдешь заниматься? До скольки я пока не помру. 33-й фестиваль по греко-римской борьбе под названием «Весенняя копель» собрал ребят со всей области. Встречаться на одном ковре – уже добрая традиция. Более 100 участников – это очень прилично для Мурманской области. Как я сегодня сказал на открытии турнира, уже, наверное, дети борются первых участников на этом же ковре. Это 100%. Мне всегда очень приятно находиться на этих соревнованиях. Мне кажется, что для детей это поистине настоящий спортивный праздник. Конечно, хотелось бы, чтобы было побольше зрителей. Вот эти трибуны самого большого нашего спортивного сооружения, дворца спорта, чтобы были заполнены. Но надо просто работать, вероятно, так через какое-то время и будет. Как отметил Андрей Горельцев, в планах этой осенью организовать турнир по греко-римской борьбе и пригласить к участию спортсменов из Минска. Анна Шинкаренко, Максим Петровичев, Арктик ТВ. Продолжение следует... Продолжение следует...